Ну и более подробно о ситуации на фронте с Алексеем Гетманом поговорим. Это военный аналитик. Алексей, здравствуйте. Рады вас приветствовать в эфире «Фридом». Доброе утро. Да, доброе утро. Традиционно, Алексей, давайте ваш анализ по направлениям по текущей ситуации и потом перейдем более подробно к каждому направлению. Ну, ситуация принципиально не изменилась за последние несколько дней. Это активность России на Покровском направлении, Покровское, Треское, Часово-Яровское. То есть такое условно-константиновское направление. Они хотят выйти на Константиновскую, наше железнодорожный хаб, для того, чтобы ухудшить нам логистику, ну и, естественно, улучшить себе. Харьковское направление, там они концентрируют войска, они хотят продолжить наступательные действия на Харьков, но не с целью, чтобы его захватить. Там не хватает сил и средств, а для того, чтобы подойти максимально близко, может быть, на прицельный выстрел с ствольной артиллерии. Купинско-Лиманское направление, ну, так, двигаясь по карте, немножко перескакивая. Там они хотят выйти на речку Аскил для того, чтобы форсировать и продвигаться. Но пока у них это не получается, и надеемся, что не получится. Но даже если они выйдут на речку Аскил, то там правый берег, западный берег речки, это возвышенность, горный кряж, и он достаточно хорошо укреплен. Там есть артиллерия, все, что необходимо для того, чтобы отбивать наступление врага. И, как говорят люди, которые там находятся, военнослужащие, что шансов форсировать эту речку в России практически нет. Ну, можно, если посмотреть на южное направление, это, конечно, Угледар. Возле него попытки наступательных действий. Ну, там активность меньше, чем на Пукровском направлении, чуть-чуть севернее. Ну, и если идти уже вдоль карты, то Токмакское направление, это Работина. Там россияне пытаются выдавить нас тех позиций, которые мы заняли при наших наступательных действиях. Ну, и, естественно, Крым. И левый берег речки Днепрова возле Херсона. Это Крым, казачьи лагеря. То есть, лагеря, острова, которые там находятся между Левым и Правым берегом. Ну, там продолжаются боевые действия, но не такие активные. Мы отвели часть войск с того плацдарма. Ну, потому что функция, боевая сдача, которая была поставлена, была выполнена. Когда мы будем планировать наше наступательное действие, я думаю, плацдармом мы его забновим на том месте, где они находились. Алексей, если говорить о присутствии сейчас войск противника, то отмечается ли какое-то пополнение личного состава, либо техники на самых активных направлениях? Ну, с техникой не очень у них получается, потому что у них отрицательный баланс. Мы уничтожаем больше тяжелой техники, чем они могут поставить в строй. Это и завод, который может их производить, и ремонтные мастерские. Ну, вынимают со складов даже технику, ну, чуть ли не Т-34, то есть достаточно старые танки. Но у нас, что значит отрицательный баланс? Они могут поставить в строй, вытащить, ну, производить и реконструировать где-то 70-80 единиц тяжелой техники в месяц. По статистике мы видим, сколько мы уничтожаем, это больше 200, ну, около 200, когда как. Ну, это в трех раза больше, чем они могут себя обеспечить, поэтому тут баланс отрицательный. Что же до живой силы, то пока у них активная компания по подписанию контрактов, там даже есть материальное вознаграждение, как говорится, при виде друга, за это доплачивают. Ну, и такая компания пропагандистская в России, официально и неофициально. Ну, так работает пропаганда, вы же это прекрасно знаете, такая сарафанная радио, что вот, мол, там знакомый-знакомый поехал, ничего страшного, повоевал немножко, но приехал на привяжение шубу, там деньги на машину, там ипотеку заплатил, ну, такая, как бы, скрытая реклама идет. И многие подписывают контракты на сегодня, это от 25 до 40 тысяч в месяц, людей добровольно идут на эту войну. Ну, там по разным оценкам они финансируются не одинаково, в зависимости от региона, откуда призываются люди, идет, ну, оплата идет разная. То есть, ну, как-то так оно у них по-хитрому сделано. Депрессивные районы, где-то в глубинке, там меньше идут выплаты разовые, по крайней мере за подписание контракта, ближе к центру, к Москве, к Санкт-Петербургу, оплаты выше. Хотя, может, они по всей стране у них одинаковы, но там уже кто-то свои интересы, как говорят, все имеет. Ну, вот пока им потери, которые они несут, они примерно такие же, как те люди, которые подписывают контракты. Ну, вот вы назвали цифру там тысяча плюс-минус, ну, больше плюс потери, ну, где-то столько же в месяц и мобилизируются. Ну, не мобилизируют, подписываются контракты. То есть количество, ну, даже больше подписывают контракты и мобилизируют в армию, чем они несут потери. То есть количество российской армии, по крайней мере, на линии фронта, оно увеличивается. Они несут потери, но численно их становится не меньше, а больше. Поэтому ожидать, что мы будем их, ну, вот, это большие потери по тысяче людей в день, ожидать, что это приведет к тому, что они там, начнутся неполное штатное укомплектование, начнутся какие-то там нехватка личного состава, на это, к сожалению, пока рассчитывать не приходится. Еще раз, у них людей становится не меньше, а больше. То есть они могут пополнить свои вооруженные силы большим количеством людей, чем они несут потери. Алексей, еще очень важный момент. Читая ежедневно сводку от Генерального штаба вооруженных сил Украины, я обратил внимание на постоянно увеличивающуюся статистику не только лишь уничтожения живой силы российских оккупантов, но и вот, например, автомобили, которыми передвигаются российские оккупанты на временно оккупированных территориях, беспилотники сбитые. Также речь идет об уничтоженных артиллерийских системах. Это, извините, ни много, ни мало 65 за сутки. И эти показатели ежедневно растут. Как показывает практика, да, спасибо нашим режиссерам, вот эта более подробная информация. Вот как показывает практика, как раз артиллерийские установки, танки, тяжелая техника, даже обычные автомобильные машины, спецтехника, цистерны и так далее, они уничтожаются за счет беспилотников чаще всего. Говорят ли эти цифры о том, что ситуация у сил обороны Украины с беспилотниками вышла, точнее, вышла из кризисной ситуации? Какое ваше видение на этот счет? Ну, однозначно, с беспилотниками, с БПЛА у нас ситуация в нашем Украинском оборонном проме, в нашем ВПК достаточно позитивная. Ну, давайте два слова про артиллерию и про БПЛА. БПЛА существенно на сегодняшний день помогает артиллерии, скажем так, уничтожать вражеские объекты. Но пока это даже не паритет. Ну, чтобы было понятно, они, россияне, с начала полномасштабного сражения по нам выстрелили 13 миллионов снарядов. Ну, то есть 13 миллионов выстрелов было с разных артиллерийских систем. Ну, это, ну, с нашей стороны, естественно, меньше. У нас не было такого количества снарядов, у нас там 50 тысяч мы собираем. Ну, это так, грустная шутка. А беспилотники, они помогают. Вот, артиллерия, но пока эта война все-таки еще не беспилотников, а война артиллерии. Уничтожая артиллерийские системы врага. Вот тут важный момент очень подняли вопрос. Нет, подняли важный вопрос. У них начинается проблема у россиян не только с тяжелотехникой, не только с танками, но в том числе и с артиллерией. Они вытащили со складов артиллерийские системы, гарматы, пушки, да, российские, которые были сняты с вооружения в конце 40-го года. Это 130-й калибр. И неизвестно, сколько у них таких снарядов осталось. Но такие снаряды есть в Южной, в Северной Корее. И оттуда вроде бы эти снаряды тоже поставляются. Мы уничтожаем достаточное количество российских артиллерийских систем, ствольной артиллерии. И у них те, что сейчас находятся в строю, ну, те 13 миллионов, которые были выпущены, они с чего-то были выпущены. У каждого ствола есть ресурс. И там у большей части российских артиллерийских систем, ствольной артиллерии, и стволы уже вышли за пределы того ресурса, который они должны были, ну, который они используют, а потом их надо менять, стволы. Это приводит к неточности выстрелам. То есть, ну, как говорят, раздолбанный ствол. То есть полетело, куда полетело. Ну, и может, дай бог, приводить к тому, что снаряды будут разорваться в стволе. То есть ствол уже не удерживает ту нагрузку, которую должен удержать при выстреле. Тут и тут, да, тут у них есть проблемы. А насчет беспилотников, ну, возвращаясь непосредственно к вопросу, ну, посмотрите, сколько новостей по атакам вглубь российской территории. Практически 2-3 раза в неделю мы слышим о массированных атаках нашими беспилотниками, аэродромов, нефтеперерабатывающих заводов, ну, всех целей, которые находятся за десятки, даже за сотни километров от линии столкновения. Ну, и россияне там рассказывают, что не сбили там 75 за один раз. Ну, точно, что столько не сбили, но сам факт, что идут массированные обстрелы территории за линией фронта, в тылу Российской Федерации, несколько раз в неделю говорит о том, что мы их производим в достаточно большом количестве, эти беспилотники. И мы говорим не только о FPV-дронах и о беспилотниках, которые воюют в районе линии фронта, там 2-3 километра, 5 километров. А те, которые летают на сотни километров, до 800 километров, это один класс. И более тяжелые летают больше 2000 километров, если у нас такие. Пока их массово не производят, но дайте время. Поэтому тут как раз говорить о кризисе наших БПЛА не приходится. Единственное, что их не хватает. Ну, вот мы видим часто объявления, что собираем, донатим на дроны для такой-то бригады, для такой-то бригады. Это имеется в виду дроны, которые используются, ну, FPV-дроны, которые используются на линии фронта. Но их надо точно больше, гораздо больше, потому что там, ну, они бывают на 1-2 вылета, и все, их же тоже уничтожает российский РЭП. И там их надо значительно больше, чем те, которые там сотни, которые атакуют в глубь российской территории. Поэтому сказать, что мы вышли полностью из, ну, из кризиса точно вышли, но говорить, что наша промышленность может обеспечить на 100% и, ну, скажем, маленькой дальности, средней дальности, большой дальности, ну, пока не приходится. Хотя, ну, знаете, тут точно, тут кризиса нет. Это 100%. Позитивные ожидания и после обращения президента Зеленского, когда он сказал, что очень скоро Украина сама сможет использовать ракеты собственного производства, и не будет уже такой зависимости от международных поставок. Огромное вам спасибо, Алексей. Всегда рады вам в эфире «Фридом». Спасибо за вашу утреннюю аналитику. Алексей Гетьман, военный аналитик, с нами был на прямой связи. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале «Фридом». «Фридом» — только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь, ссылка в описании.